Рыбы, привет-привет! Меня зовут Макогон Людмила. Это ваш гороскоп на июнь месяц. Месяц начинается сразу с двух интересных и благоприятных астрологических событий. Не забывайте смотреть прогнозы по солнечному знаку, асценденту и дополнительно можете смотреть по знаку Луны. Кстати, если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и место своего рождения, а я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Напомню, что с 26 мая по 4 июня Юпитер – планета удачи, планета большого счастья в очень хорошем аспекте к Плутону. Юпитер увеличивает счастье, даёт возможность, а Плутон – это большие деньги, большие возможности, масштаб. Четвёртый дом, по которому сейчас двигается Юпитер – дом семьи. А двенадцатый дом, в котором находится Плутон – это дом очищения, избавления, подготовки к чему-то важному. В этот период вашей маме может очень повезти. В целом этот аспект обозначает легко. Например, легко получить гражданство другой страны, легко купить квартиру в другой стране, легко эмигрировать. В этот период, возможно, вы найдёте документы о ваших предках и восстановите историю своей семьи. Кстати, подробный прогноз о Юпитере, который двадцать шестого мая поменял знак на целый год, уже ждёт вас на этом канале. Переходите после этого видео и узнаете, какие новые подарки судьбы, новые двери, новые возможности он для нас откроет. Со второго по пятый июня Венера – планета денег, любви, романтики, красоты, наслаждения, того, что мы любим, того, что доставляет нам удовольствие. Будет делать аспект солнцем в вашем четвёртом доме гороскопа, где у нас сектор, место жительства вашего дома, где вы живёте, с кем вы живёте, ваша семья, кто ваша семья. Могут быть какие-то радостные события в жизни ваших родителей, или вам захочется обновить своё пространство, что-то изменить в месте, где вы живёте, навести уют и комфорт в своём доме. В эти дни у кого-то из вас может быть новоселье, домашнее застолье, что-то будете праздновать, отмечать. Со второго по пятого июня может быть знакомство с человеком, который вам очень понравится. Это яркая, притягательная, красивая персона противоположного пола. С третьего по 17 июня Меркурий, планета документов, известий, новостей, переговоров. Всё, что мы говорим, думаем, пишем, входит в четвёртый дом гороскопа. В этот период к вам могут приехать гости, или же вы сами можете поехать в гости. Частое общение с членами вашей семьи, телефонные звонки, переписки, встречи с родственниками или близкими друзьями. Могут появиться новые соседи, а также подписание документов, связанных с жилищным вопросом. 6 июня Новолуния. Новая Луна. Солнце с Луной соединяется, рождает источник новой энергии в вашем четвёртом доме гороскопа. Четвёртый дом – это где мы живём, с кем мы живём. Это наш дом, наша недвижимость. Новолуния может вам дать новое место жительства, покупку новой квартиры или нового дома, начало ремонта. В период с 6 по 22 июня от Новолуния до Полнолуния, возможно, новый член семьи появится. Возможно, получение нового паспорта, новой фамилии или возвращение на свою старую. С 9 июня по 20 июля Марс, планета энергии, решительности, смелости и действий, входит в третий дом гороскопа. Третий дом отвечает за общение, коммуникацию, родственники, соседи, коллеги, а также поездки, транспорт, переезд. Если вы планируете переезд, то он может быть в этот период. Возможно, быстрая поездка куда-то, командировка. Марс может дать акцент в получении нового образования в каком-то деле, который касается именно в расширении своих профессиональных направлений, навыков, своих знаний. С 9 по 11 июня будет аспект Марса и Плутона. В эти дни нужно постараться быть более сдержанным. Могут возникать конфликтные ситуации. Здесь будет огромный потенциал и большой выплеск энергии. Двенадцатый дом – это дом подсознания. Это всё, что мы не видим. Это наши сны. Это наши какие-то глубинные травмы. Это всё, что связано с какой-то давней историей. И вообще, это сектор завершения и освобождения. С 9 по 11 июня могут открываться какие-то тайны прошлого. Или какие-то люди появятся из прошлого, с которыми вам нужно завершить отношения. Может быть, вы будете в архиве искать документы какие-то. А ещё у нас 12 дом – это больницы, клиники, ретритры. Может быть, вы будете заниматься очищением организма, омоложением, похудением. 14 июня Меркурий соединяется с Солнцем в четвёртом доме гороскопа. Солнце добавит энергии и высветит всю тему жилья, дома, семьи, документов, связанных с местом жительства. Может быть, вы получите какие-то новости от своего отца. Или состоится важный для вас разговор с влиятельным человеком. 17 июня Венера, которая отвечает за партнёрство, финансы, красоту, наслаждение, комфорт. И Меркурий, которая отвечает за нашу коммуникацию, за наши мысли, за наши поездки. Меняют знак и заходят в ваш пятый дом. Праздник любви, творчества, детей, отдыха. Это счастье в доме, счастье в домашней обстановке, с близкими людьми. Акценты могут смениться на домашнее пространство, на людей, с которыми вы непосредственно общаетесь ежедневно. Благодаря чему-то новому в поездках, либо даже общению в интернете с друзьями, единомышленниками, зарядиться мотивацией к творческим направлениям. 21 июня Солнце также входит в ваш пятый дом гороскопа. Акцент на искусство, на творчество, на поездки, на детей. Вы почувствуете энергию улучшения жизни. Появляется желание праздника, отпуска. 22 июня Полнолуние в 11-м доме гороскопа. 11-й дом – это сектор друзей. Полнолуние высветит отношения с кем-то из ваших друзей. Может быть завершений этих отношений, потому что вы переезжаете. В этот период с 22 июня по 6 июля возможно, что у вас начнется меняться круг общения. Это период получения урожая, прибыли, результата за то, что вы делали раньше. Это может быть и деньги, и похвала, и комплименты, и подарки, и даже какой-то приз. С 29 июня до 15 ноября Сатурн разворачивается в ретроградное движение в вашем первом доме гороскопа. Сатурн – планета терпения, дисциплины, работы, приложения усилий. Первый дом – это все, что касается внешности. Возвращение в прошлое может быть, как вы выглядели раньше. Сатурн – планета, которая замораживает возраст. В ретрограде может дать вам возможность похудеть, привести себя в порядок внешне. Своё физическое состояние – возвращение к своему прошлому, внутреннему состоянию. Сатурн в ретрограде для вас отразится на поездках. В этот период вы можете отправиться восстанавливать свои силы. Сатурн также даёт желание присмотреть свои убеждения, свои ценности, мечты, цели, планы и в отношениях партнёров. Напишите в комментариях, интересно ли вам будет более подробный прогноз про ретроградный Сатурн. Пересмотр каких вопросов станет актуальным для вас с 29 июня до 15 ноября. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось моё видео. Благодарю за лайк, комментарий и подписку. И увидимся в следующем видео.